Здравствуйте! Как всегда в это время мы рассказываем о событиях и людях, заслуживающих особого внимания. Это Вестихакасия, события недели. С вами Марина Конодакова. Рублем, рублем. Нас наказывают, надо их тоже. Прокуратура присмотрелась к ценам на продукты, но пока ограничилась предупреждением. Решение принято. Из улиц в кабинеты власти. Песня Германа Танбаева утверждена в качестве государственного гимна Хакасии. Каждому нужно отработать сначала на своем месте, посмотреть все свои резервы и возможности. Спасение утопающих тоже дело рук самих утопающих. Районы и городские власти должны активнее подключиться к решению бюджетных проблем. Новый мемориал и парад с настоящими боевыми знаменами. Как республика будет отмечать 70-летие Великой Победы, расскажет гость программы, председатель Совета ветеранов Галина Трошкина. Я думаю, что здесь лукавят хозяйственные субъекты. Они все-таки доминируют на рынке. Бензиновые короли раскроют карты. Антимонопольная служба приступила к рассмотрению дела против Хакас нефтепродукта и намерена выяснить, из чего складывается цена на топливо. Как долго еще будут дорожать продукты? Сегодня один из главных вопросов для миллионов россиян. Резкий скачок цен вынудил Генеральную прокуратуру навестить торговые сети и оптовые базы по всей стране. Прошли проверки и в Абакане. Однако, в отличие от других регионов, нарушений на уголовное дело надзорники не нашли. Сколько накручивают владельцы супермаркетов и почему им это сходит с рук, выяснял Виктор Лошников. Комплексную проверку цен на продовольственные товары проводят прокуратура, Россельхознадзор, Роспотребнадзор и Антимонопольная служба. С 20 по 23 января бригадам удалось проверить полторы сотни магазинов, оптовых баз, рынков и предпринимателей в городах райцентрах Хакасии. Вывод простой. Продавцы вынуждают рядовых покупателей сильно переплачивать за самые ходовые продукты питания. Свинины реализовывались с торговой надбавкой 57%, мясо говядины более 58%, а на белокочанную капусту наценка составила 35,3%. Аналогичные нарушения были допущены в гипермаркетах Ролби, Красный Ярк. На центральном рынке, который называется в центральном городе Абакане, индивидуальные предприниматели реализовывали овощи и фрукты с торговой надбавкой от 36,3% до 50%. Добиться комментариев от Поляны и Красного Яра не удалось. От представителя Ролби мы получили вежливый отказ. Руководство, кто мог бы вам пояснить, что либо по этому вопросу руководство сейчас отсутствует. Я данной информацией не обладаю. В действиях торговых организаций и предпринимателей сотрудники прокуратуры выявили факты ценового сговора. Материалы проверок направлены в антимонопольную службу. Наказание в виде крупных штрафов возможно только в том случае, если сговор удастся доказать. Сделать это очень сложно. А пока прокуратура ограничилась вынесением предписаний. Прокурорами внесено в адрес нарушителей 22 представления. Возбуждено два дела об административных правонарушениях в сфере санитарно-эпидемиологического законодательства. В арсенале надзорных и контрольных ведомств остается еще одно средство. В случае, если цена на социально значимые продукты в течение месяца вырастет более чем на 30%, вводится госрегулирование цен. То есть они замораживаются. Сейчас в Госдуме рассматривается вопрос, чтобы снизить этот порог. А рядовые абаканцы предлагают свои способы наказания тех, кто необоснованно завышает стоимость продуктов. Да, шарфовать, наверное. Рублем. Рублем. Нас наказывают надо. Их тоже действительно ощутимо нужно наказывать. Наверное, рублем. Их тоже надо наказывать. Я думаю, это должно делать правительство наше. Следить за ними. Потому что мы ничего сделать не сможем. Межведомственные проверки цен на продукты питания в торговле продолжаются. В том числе и по конкретным обращениям жителей республики. Виктор Лушников, Антон Новожилов, Станислав Колченаев. Вести Хакасия. События недели. Что делать и как быть? Сегодня только ленивый или совсем беззаботный человек не думает над этим вопросом. Вот и правительство России на этой неделе представило антикризисный план. А еще раньше депутат Единоросс из Екатеринбурга Илья Гафнер посоветовала россиянам меньше кушать. Мол, для здоровья так полезнее. Мы решили узнать мнение наших депутатов. Люди это известные, добившиеся постов, признания и состояния. И вот их антикризисные советы. Нужно просто только лучше работать и быть в хорошем настроении. А кушать обязательно надо. И кушать нужно мясом. Потому что только мясо облагораживает человека. И оно делает его сильным. А человек, живущий в Сибири, он без мяса долго не проживет. Я уже не первый день и не первый год живу на этом свете. Мы проходили за свои годы уже не такие кризисные явления в нашей экономике. И я думаю, что то, что стал президент страны Владимир Владимирович Путин, что социальный блок будет обязательно исполнен. И мы надеемся на это. Ой, я не знаю, так выжить, что делать. Ну, сидеть, ждать, что единственное. Я думаю, все у нас стабилизируется со временем. Не нужно паниковать. Экономить надо? Экономить, конечно, это не надо. Это не нужно. Все-таки надо, как раньше нам говорили, потянуть пояса. И сегодня жить так, как ситуация нам разрешает и позволяет жить. Никакого кризиса с точки зрения поесть, приобрести имущество нету и нет. Есть просто внешнее нагнетание ситуации, что вот мы вот такие, мы Россию поставим на колени. Это вот первое. Нет никаких проблем. У нас с вами есть возможность вырастить продукты и на даче, где угодно, и картошку, и все остальное, и приобрести одежду. То есть я не вижу здесь проблем. Хакасия в этом смысле и те, кто проживает Хакасии, не почувствуют. Не нужно волноваться. Я бы сказал так. Есть нужно в меру. Как пройти трудности, думают и в правительстве республики. Своим мнением поделился теперь уже полноправный первый заместитель главы Хакасии Олег Нам. На последней сессии депутаты утвердили его в должности. По мнению Олега Нама, о пополнении казны должны думать не только в правительстве, но и власти на местах. В своем выступлении перед народными избранниками Олег Нам заверил, что будет верой и правдой служить на благо республики. Сейчас для Хакасии главное благо – это новые доходы. Казна срочно нуждается в пополнении. Но добывать деньги должны не только в Сером доме, уверен первый заместитель главы Хакасии. Ровно та же обязанность лежит на районных и городских властях. За следующей неделей в правительстве возобновляет работу так называемая балансовая комиссия, на которой чиновники сообща будут искать решения финансовых трудностей. Если мы просто главы будут смотреть только в сторону Министерства финансов Республики Хакасии и ожидать, так скажем, нацелить себя на эффективную работу с министром финансов, то боюсь, что мы, скажем так, далеко не уедем, что называется. Поэтому каждому нужно отработать сначала на своем месте, посмотреть все свои резервы и возможности. Также мы спросили у него о том, кто придет в правительство вместо Ивана Вагнера и Татьяны Красновой. Бывший глава Минсельхоза, напомним, отстранен после возбуждения на него уголовного дела. А Татьяна Краснова переходит ректором в ХГУ. Что касается вопросов о Татьяне Григорьевне Красновой, мы вопрос обсуждали достаточно давно. Кандидаты есть как и внутри Министерства, так и, что называется, из внешней среды. Но все кадровые решения – это прерогативы главы Республики. Соответственно, решение, какое будет принято, оно будет принято и будет окончательно. Соответственно, это не мои полномочия. А по Минсельхозу? Равно так же. Есть уже кандидаты? Абсолютно. Ну, то есть ситуация, да, естественно, проговаривается. И в любом Министерстве и ведомстве есть резерв управленческих кадров. 28 января 2015 года навсегда войдет в историю Хакасии. В этот день на сессии Верховного Совета был утвержден Государственный гимн Республики. Причем для этого не пришлось даже сочинять новое произведение. Официальной песней стало давно популярное произведение композитора Германа Танбаева «Хакасия». Если на свете слова такие, выразить все, то, чем сердце полно. Солнечный край простого, лимонные, что с вами любить судьба. Свой последний концерт Владимир Герасимович Чаптыков завершил этим по-настоящему народным произведением. И это было самой эффектной точкой, какую можно представить. И по сей день, где только не звучит эта песня, на всех национальных праздниках и всевозможных фестивалях, на встречах землячеств и официальном представлении Республики в Москве. Поэтому ее выдвижение в качестве соискателя названия гимна Хакасии было вполне логично. Принятие государственного символа всегда непростой процесс. К примеру, в истории с гербом было сломано немало копий, прежде чем был утвержден окончательный вариант. Гимн не стал исключением. Впервые конкурс по его отбору состоялся в 2007 году. Тогда в финал прошли два произведения на музыку Германа Танбаева и Татьяны Шалгиновой. Однако с первого раза выбрать лучший вариант не удалось. Последнее слово было за депутатами. И они настояли, чтобы авторы переработали тексты. Им не хватало торжественности и масштаба. После повторного конкурса победителем был признан вариант Танбаева. На первой в новом году сессии Верховный Совет утвердил его в качестве государственного гимна Республики. Решение принято. Приняли очень важный, нужный для Республики закон о гимне Республики Хакасия. И был бы серьезнейший конкурс. Результатом, я считаю, что великолепное произведение, которое вот сегодня ложится на нашу душу. И дай Бог, чтобы оно долго-долго, это произведение жило, именно как гимн Республики Хакасия. Чтобы народная песня стала официальным символом Республики, пришлось пойти на жертвы. Проникновенные стихи Валерия Майнашева, считающиеся одним из лучших признаний любви к родине, были заменены текстом Владислава Торосова. Не исключено, что именно его авторитет способствовал продвижению песни на политический олимп. Кстати, автора слов гимна на сессии не было, и первые поздравления с победой принимал только композитор. Когда в далеких 90-х Герман Танбаев писал свою песню, он и не подозревал, что ей предстоит сыграть столь важную миссию в судьбе Республики. Наверное, хотелось все-таки восхвалить, сказать о своей родине. И, положив руку на сердце, я не ожидал такого принятия дальнейшей судьбы этой песни. Аранжировка будет выполнена для исполнения симфонического оркестра Хакасской государственной филармонии. Мы планируем, что это будет, естественно, Герман Гаврилович с группой солистов и в сопровождении хора. Поэтому я думаю, что гимн должен звучать достойно. Как это бывает, не все согласятся с такой версией гимна. Однако факт свершился. Отныне у Хакасии есть свое звуковое знамя. А его авторы, а также политические деятели, способствовавшие продвижению вопроса, навсегда вписали свои имена в историю республики. История с выборами председателя Федерации профсоюзов продолжается. Напомним, конфликт случился прошлым летом, когда к голосованию не были допущены несколько членов Федерации. Своё отстранение они опротестовывали в суде. И если сначала ничего не получилось, то последние решения суда в их пользу. Так случилось, что именно отстраненные делегаты были против кандидатуры нынешнего лидера Федерации Андрея Петрова. Что теперь будет и каковы в целом настроения среди защитников трудящихся, разбиралась Анна Ахпашева. Эпопея с незаконным отстранением от голосования участников выборной конференции завершилась победой угольщиков. Верховный суд Хакасии отклонил апелляцию Андрея Петрова. Председатель Федерации профсоюзов республики требовал отменить решение городского суда. Тот удовлетворил требования угольщиков и признал неправомерным решение мандатной комиссии в июне 2014. Напомним, тогда внеочередное собрание профсоюзов проводили, потому что члены организации потребовали снять Петрова с должности. Руководитель дискредитировал себя целой чередой скандалов. Чашу терпения переполнила резонансная пьяная ДТП, в котором погибли супруги Спиренкины, тоже, кстати, члены профсоюза. Тогда к голосованию не допустили нескольких делегатов из отраслевых профсоюзов, угольщиков и жизнеобеспечения. Так совпало, что именно они были против кандидатуры Петрова. В итоге руководитель с минимальным перевесом сохранил свое кресло. Отстраненные участники конференции подали иск в суд. Разбирательство длилось почти два месяца. В итоге Фемида отказала в удовлетворении требований представителям профсоюза жизнеобеспечения, а вот угольщики свои права отстояли. Тем временем Федерации полным ходом готовятся к очередным выборам в марте. Андрей Петров, похоже, основной кандидат. На сегодняшний день уже известно, что 9 из 14 членских организаций Федерации его поддержали. Коллег некоторые не поняли. Вызывает большие сомнения то, что все организации, которые представили данные решения, на самом деле собирали свои коллегиальные органы для того, чтобы обсуждать этот вопрос. И на самом деле, что там шел откровенный разговор о том, достоин ли сегодня Петров быть председателем Федерации профсоюзов республики Хакасия. То, к чему сегодня подошла Федерация, ну это результат деятельности, которую проводит Петров. Интересный факт. 9 отделений сторонников Петрова по факту вовсе не большинство. По численности это около 30% всех членов профсоюзов республики. Впрочем, голосуют все-таки представители теркомов. Предварительную информацию о, так сказать, предпочтениях озвучили накануне на заседании Президиума Федерации. Там же представитель профсоюза угольщиков Александр Вотин напомнил о решении суда и настаивал на признании недействительными решениями июньской конференции. Заявление было принято к сведению и все. В повестку включили вопрос, но его оставили как информационным. Не стали по нему никаких принимать решений и голосовать. После этого мы пошли в суд дальше. Мы сейчас исковое заявление о признании незаконными тех двух вопросов, которые на этой конференции решались. Параллельно угольщики готовятся к предстоящим в мае выборам. Нет никакой гарантии, что их вновь не попытаются отстранить от голосования. О своеобразных методах работы руководителя профсоюзов известно немало. Тот же конфликт с трудинспекцией. Осенью прошлого года жалобой на Петрова обратились сотрудники техслужбы. Они месяцами не получали зарплату и отпускные. Инспекция начала проверку. Вот только ее работу Петров практически саботировал. Отказался предоставить запрошенные документы. Дело дошло до суда. За отказ председатель профсоюзов выплатил штраф в 5000 рублей, а бюджет самой организации объединил на 20 тысяч. Впрочем, не все гладко у руководителя и с другими надзорными ведомствами. Итоги проверки налоговой совместно с прокуратурой в конце года неутешительны. По результатам данной проверки была установлена неуплата налогов в сумме более 2 миллионов. Было вынесено решение 26 декабря 2014 года. Данное решение было направлено по почте, заказным письмом плательщику. К списку антидостижений можно добавить и катастрофическое положение на предприятиях, принадлежащих федерации, курорте озера Шира и гостинице Дружба. Да и в целом удручающая атмосфера в коллективе. Изменится ли она, станет ясно уже в мае, после отчетно-выборной конференции. Анна Ахпашева, Антон Новожилов, Вести, Хакасия, События недели. А сейчас о ситуации в компании Мавр. Нашим корреспондентам удалось взять комментарий у Владимира Ромашова относительно будущего предприятия. В прошлом году предприятие оказалось в сложной финансовой ситуации. Работникам стали задерживать зарплату, что стало поводом для проверки трудоинспекции и прокуратуры. Как заявил бизнесмен, выровнять ситуацию по зарплате планируется к марту. В трудном положении важно сохранить юмор, что и продемонстрировал на камеру Владимир Ромашов. Ситуация сложная, мы ищем пути выхода из нее, колбасу производим, мясо покупаем и работаем. Мы планируем до 15 февраля запустить консервный цех, и наши жители в ближайшее время увидят уже продукцию нашу. Любые истохи для нас хорошая реклама, это хороший двигатель. Поэтому спасибо всем тем слухам, которые распространяются, и даже за это пройти деньги не надо. В эфире «Вести Хакасия», события недели, и мы продолжаем. Бензин снова дешевеет. За минувшую неделю его стоимость в среднем снизилась на 10 копеек. Очевидная вещь, когда нефть дешевеет, и, соответственно, падают отпускные цены на топливо. Однако естественный процесс в республике пришлось подтолкнуть. Так появилось дело против компании «Хакаснефтепродукт». Ее обвиняют в злоупотреблении своим положением на рынке. Впрочем, ответчик своей вины не признает, и специалистам антимонопольной службы придется очень постараться, чтобы доказать факт нарушения. Первое заседание по делу против филиала «Роснефти» состоялось в минувший вторник. Дело против «Хакаснефтепродукты» первое за последние годы в республике. Крупнейший поставщик на мелкооптовом рынке держал прежние цены, тогда как на бирже сырье значительно дешевело. Так как именно от него зависят цены на АЗС, бензин в «Хакасе» стоил дороже, чем в других регионах. Антимонопольная служба возбудила дело на филиал «Роснефти», заранее понимая, как сложно будет доказать вину поставщика. Так и случилось. На первом заседании представители компании опровергли все пункты обвинения. «Хакаснефтепродукт» не считает себя доминантом на рынке, а значит, о злоупотреблении речи нет. «Совокупная доля на оптовом рынке нами оценивается как в 19%. Городилов – 51%, перекресток ОЛХ «Хакасе» – 21% и Магерия – 9%. То есть мы никаким образом не подпадаем и уже в силу этого положения не можем нарушать антимонопольное законодательство, используя свое доминирующее положение, которого у нас нет. Более того, ответчик заявил, что из-за повышения оптовых цен в течение года бензин мог стоить еще дороже, однако компания себе в ущерб сдерживала этот рост. По итогам 2014 года, заявили ответчики, «Хакаснефтепродукт» понес более 16 миллионов рублей убытков. Как при таком раскладе они и после Нового года снижают свои цены, выяснить не удалось. От комментариев обвиняемая сторона отказалась. Какой бы богатой компания ни была, платить серьезный штраф вряд ли кому-то захочется. Его размер напрямую зависит от объема незаконной прибыли. Так что специалисты антимонопольной службы готовятся к длительной тяжбе. Мы, естественно, будем все выяснять, поскольку вот сегодня новые сведения были представлены о том, откуда поступают к нам нефтепродукты и так далее. Мы, естественно, будем выяснять, если они не будут доминировать на рынке, то мы, может быть, переквалифицируем нарушения. У нас очень много здесь рычагов, поэтому будем работать и принимать соответственные решения. Но я думаю, что здесь лукавит хозяйственный субъект, они все-таки доминируют на рынке. Разбирательство по делу Хакаснефтепродукта поможет пролить свет на такой темный вопрос, как ценообразование. Из чего складывается цена на бензин? Ответа нет даже у государственных органов. Представители компании уверяют, что затраты напрямую не влияют на стоимость топлива и обещают раскрыть все карты на следующем заседании. Тогда и должен прозвучать ответ. Что такого есть в Хакасии, что обрекает бензин на более высокую цену, чем в соседних регионах? Максим Соболев, Станислав Колченаев. Вести Хакасия. События недели. Одна из важнейших дат 2015 года – это юбилей Великой Победы. В Хакасии сегодня остался всего 471 участник Великой Отечественной войны. Большинство живет в Абакане и других городах. Меньше – в селах. В Таштыбском районе, к примеру, всего трое ветеранов. Что нового будет в праздновании 9 мая? И что еще должно государство героям Победы? Мы спросили у председателя Республиканского совета ветеранов Галины Трошкиной. Здравствуйте, Галина Алексеевна. Здравствуйте. Итак, у нас 2015 год – 70-летие Великой Победы. Вы на передовой. Скажите, что нам, жителям Хакасии, ждать особенного от 9 мая в этом году? Я считаю, что нынче год на самом деле Великой Победы. И вот к этой дате готовились, наверное, каждый житель нашей республики и каждый житель нашей страны уже несколько лет. Потому что дата эта большая. И самое главное, что до этой даты не дожили многие участники Великой Отечественной войны. Если у нас на фронт ушли 70 тысяч, примерно около 40 тысяч вернулись, то сегодня живые у нас 471 только участник Великой Отечественной войны. Но особенностью, я бы сказала, вот этого 9 мая – это мы должны завершить строительство Поклонной горы. Это на Самохвале, где гора любви мы называем, где молодожены всегда бывают. Там строится, завершается строительство Поклонной горы. Там будет два памятника. Сейчас они льются в Москве. Занимается у нас заслуженный работник культуры Кученов «Слава». Талантливый очень. И две скульптуры древнего воина. Скульптура будет стоять как защитника этой земли. И воина Великой Отечественной войны. Там будут стелы каждого города, каждого района, где будут данные, сколько человек ушло на фронт, сколько погибло, сколько вернулось. Особенность еще в том, что по нашей инициативе правительство поддержало нас. Мы заказали 10 штандартов знамен всех фронтов Великой Отечественной войны. Потому что наши участники войны воевали все на разных фронтах. И поэтому, когда будет колонна или коробка со всеми знаменами, и покажет величие именно и соприкосновение всех жителей с Великой Отечественной войной. И мы также вышли с инициативой. Об этом говорил президент на заседании Координационного совета Победы Российского комитета. О том, что можно вернуть те знамена тех родов войск, которые формировались на той или другой территории. У нас формировалась Пирятинская дивизия. И поэтому правительство вышло с ходатайством, чтобы вернули из архивов вот эти знамена. Я думаю, вот участие настоящих знамен Пирятинской дивизии, которая формировалась у нас в Хакасии и уходила с Первомайской площади, это тоже будет особенностью. Как у нас сейчас решаются социальные задачи? Это касается медобслуживания участников войны и обеспечения их жильем. Есть жалобы от наших участников войны, от ветеранов, на то, что не всегда им оказывают должное внимание. Вам поступали такие сигналы? Вот сейчас меньше стали отмечать. Грубость, невнимание. Когда они заявку делают на скорую помощь, она приходит позднее. Или в больницу приезжает, в многоместную палату их ложат, когда много больных. Но не так часто, как вот раньше было. Потому что в системе здравоохранения с врачами проводится очень большая работа по этике, по отношению и вниманию. Эти случаи нами фиксируются, сразу докладывается в Министерство здравоохранения, и принимаются меры. Все ли у нас ветераны получили жилье, которое им обещано? Все, которые на самом деле были нуждающиеся к тому времени, а это несколько лет уже указ президента выполняется, они получили. Но, к сожалению, 39 человек еще стоят на очереди. Это те, на которых поступили документы в конце 2013 года, в 2014 году. И из 39 человек на 20 запланированы деньги уже в Москве, да. И поэтому они поступят, они в течение, но не гарантируют они, что до 9 мая, а в течение года они получат. И остается 19 человек. И вот на эти 19 человек, значит, я думаю, дополнительно будет ходатайство со стороны Министерства социальной защиты и правительства. Я думаю, все, кто нуждаются, они должны получить и получат жилье. Отдельный вопрос, это международная обстановка, Украина, да. Известно, что у Абакана город Побратима – это украинский Пирятин. Вот в связи с событиями на юго-востоке Украины не меняется ли отношение двух городов и вот ваше отношение с их советом ветеранов? Вы знаете, вот город Пирятин уже с 50-х годов является городами Побратима с городом Абаканом. То есть связь продолжается. Они поздравляют нас со всеми праздниками, мы поздравляем их со всеми праздниками. И все книги, которые выпускаются здесь, мы отправляем, они отправляют к нам. То есть я, например, считаю, что они как братья нашим ветеранам и вообще нашему населению. То есть холодности в отношениях не наступило? Никакой нет. И у нас еще ведь есть последний герой Советского Союза, который живет в городе Запорожье. Это Рубанов Петр Акимович. Ему 94 года. Он живет с двумя дочерьми, которые тоже на пенсии, инвалид одна. И, в общем, живут они сложно. На сегодняшний день сократили пенсии. Даже участникам Великой Отечественной войны, героям сократили. Не будет индексации никакой. Живет он очень сложно. И поэтому к 9 мая, я думаю, что мы тоже отправим и посылку, и отправим деньги, наверное, в какой сумме. Я не знаю, как у нас получится. И он почетный гражданин города Черногорска. И Черногорск тоже постоянно поддерживает его. Он поздравляет. Он в курсе, как живем мы в Хакасе. И он говорит, что я всегда слушаю, Россию, как живет Россия. И, конечно, очень переживает по поводу всех событий. Галина Алексеевна, как вы думаете, вот 471 участник войны у нас остался. Сколько из них смогут прийти на празднование Дня Победы на нашу Первомайскую площадь? Ну, мы считаем, что подготовлены места, вот теплые и мягкие места, на 100 человек. Мы 100 человек будем оставлять. Наше предложение оставлять. Почему? Потому что участники войны, я думаю, 100 мы не наберем. Если наберем 50, то это будет хорошо. Но ведь у нас еще есть труженики тыла. Они приравненные, они не участники, но ветераны Великой Отечественной войны. Значит, дополнять будем этой категории людей. Но 100 человек, мы так на этом и остановимся. Они будут на приеме у главы правительства. То есть все процедуры уважения к ним, конечно, остаются. У нас очень, ну, большие задачи стоят по связи с молодежью сейчас. Вот участников войны, чтобы они успели с первых уст услышать о войне. Что за война? Как она проходила? Как принимали участие? Как освобождали? Вы понимаете, очень много вопросов, которые должны, мы должны, ветераны, разъяснить молодежи, и особенно участники Великой Отечественной войны. И мы все мероприятия сейчас планируем и проводим с участием молодежи. Нам надо передать старшему поколению все хорошее, патриотические чувства нашей молодежи, чтобы они также любили Родину и, если нужно, защищали, как их предки. Что ж, пусть у вас все в этом году получится, обязательно и пройдет на высшем уровне. Спасибо большое. Спасибо вам за то, что пришли и ответили на вопрос. Спасибо. В честь юбилея Великой Победы ГТРК «Хакасия» запускает серию проектов. Один из них стартует уже завтра, 2 февраля, на канале «Россия-24». В течение года в нашем эфире, сразу после новостей, будут пролистаны все страницы книги памяти и показаны имена солдат, ушедших на войну из Хакасии. На очередной эксперимент решился Национальный театр «Читиген». Коллектив пригласил к себе режиссера-авангардиста из Якутии. И в эти дни он ставит в театре спектакль, рассчитанный не на массового зрителя. Минимум слов, максимум пластики и жестов. Новый спектакль «Читигена» «Сумасшедший Маклай» требует особого восприятия. Драма написана якутским писателем Платоном Айюнским. О маленьком человеке, который не знал счастья в мирное время, а потом, когда пришла гражданская война, стал жертвой белогвардейцев. История универсальна для каждого народа. Для меня это как бы эксперимент. В первую очередь в том плане, что я первый раз ставлю свой родной материал в другой республике. Но я думаю, что гражданская война, она не имеет национальности. Это самое страшное, что может быть. «Читиген» регулярно приглашает к себе режиссеров для работы. Но у Сергея Потапова особая задача – сделать фестивальный спектакль «Искусство в чистом виде». Спрос на такое зрелище особенно высок среди театральных критиков. А для актеров «Читигена» это может стать полезным опытом. Война – самое страшное зло. И пусть в ваших домах всегда будут мир и спокойствие. На этом наш выпуск завершен. Всего вам самого доброго. И до следующей встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...